здравствуйте друзья рад вас приветствовать у себя на сайте у себя на видеоблоге витам.инфо и тема сегодняшнего моего видео выпуска будет разговор о школе для тех кто смотрит мое видео первый раз и у кого может появиться вопрос а кто ты такой типа что ты возложил на себя ответственность разговаривает про школу я отвечу я отец двоих детей старшая дочь у меня уже закончила школу и высшее учебное заведение а сын младший именно как раз занимается в школе также я являюсь дипломированным психологом и ко мне очень много приходит матерей чуть реже отцов и еще реже детей и так или иначе я сталкиваюсь с этим вопросом они приходят с просьбой как-то магический повлиять на того другого учителя другие приходят какими-то просят колдовскими методами получить ту или другую отметку сдать экзамен и тому подобное ну всплеск скажем так таких просьб это ближе к новому году и естественно конец учебного года это конец весны и начало лета это просто такой всплеск людей которые приходят ко мне с такой просьбой но тема сегодняшнего моего выпуска будет не посвящена ни колдовству никакой не эзотерики хотя в принципе эзотерики до эзотерики но я не буду говорить и про колдовство не про магию каким образом можно там надавить на учителя и так далее и тому подобное я хочу поговорить именно с вами что такое школа что она себя представляет и почему так много противоречий все сейчас принято ругать школу принято ругать учителей а ранее у нас было принято что учитель самый святой то есть априори как он скажет так и будет никто не обсуждал то есть учитель всегда был прав но к сожалению наше общество именно постсоветское я бы сказал я не побоюсь этого слова его штырит из крайности в крайность у нас как бы люди не умеют жить в золотой середине в золотой середине там где они не будут считать святым учителя которому доверяет свое чадо и также не будет считать его козлом отпущения на которого можно все абсолютно все повесить грехи и давно хотел записать это видео очень давно все как-то собирался собирался то-то откладывалось тут откладывался сегодня сегодня в фейсбуке я просмотрел очень такое серьезное видео довольно известной барышни в одессе на что мне поразило она дипломированный тоже психолог практикующий даже психолог и с ее чатом то есть ее сыном случилась неприятная история и она сняла на видеокамеру все и в неприличном манерном я бы сказал тони начала разговаривать с учителями и с другими людьми которые находились в этой частной школе раз частная школа мы понимаем что естественно это барышня не буду называть имени и фамилии естественно оплачивала за эту частную школу и этот пример вернее эта история я выяснил я не пожалел своего времени написал там свой комментарий и пожалел своего времени и написал что так в принципе нельзя почему потому что в ней говорила не не человек я уже не говорю про дипломированного психолога практикующего психолога я уже не говорю за ее специальность и и даже не говорю за человечность женщина и все остальное в ней говорила самка самка именно самка та которая теряет полный рассудок готова отдать собственную жизнь пойти на любые жертвы и плевать и красиво или не красиво если нависла угроза над ее чадом детенышей такое именно это поставило точку над этим и я решил все таки записать как всегда пишу честно говоря не готовлюсь для любителей короткого видео вот меня обвиняют что я делаю длинные видео длинные почему потому что я вроде как бы долго все рассказываю но извините меня войну и мир в комиксах я не читал если читать если уже изучать тему значит ее изучать делать видео на три минуты тогда вам на канал сто пятьсот там где ни о чем там где ковыряется в носу пукают какают это вызывая повышенный интерес я эти видео пишу для людей интересующихся не с целью заработать на ютубе как многие делают целью подписчиков это мое хобби мне это нравится и это как говорится мои мысли вслух поэтому для тех кто готов слушать я буду делиться своими мыслями о школе это школа это самое страшное общественное заведение которое вообще существует да 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 я не ошибся мне многие говорили как а тюрьма зона это же страшнее ничего подобного именно школа именно школа самая страшная почему потому что ну смотрите допустим ясли там сюсюкаются с вашими детьми в принципе это не залаживают не закладывают фундамент в сознание ваших детей с ними сюсюкаются там как бы нянчится детский садик да там уже есть некоторая подготовка но по сути там игры и все остальное а вот школа это и есть закладка того фундамента который остается на всю жизнь и самое интересное что многие из родителей почему-то считают что школа занимается внимание я хотел бы чтобы вы поняли о чем я говорю многие родители считают что школа дает знания и занимается обучением их детей и это первоочередная задача если вы досмотрите этот ролик до конца вы поймете что это далеко не первая очередная задача ибо есть система система даже не школьная даже не система образования я бы сказал общая система в которой мы живем и мы все прекрасно понимаем что пастух должен быть один остальные должны быть овцами почему я именно с этого начинаю а сейчас поймете потому что именно школа забегая наперед скажу это и есть естественный отбор это школа закалки это школа вы жива не я вы жива не я это тогда когда с вашего ребенка убирает абсолютно все лидерские качества если вы считаете что школе прививает лидерских качества чего подобного там выживает лидер и становится настоящим лидером но никак не учителя не вся система не заучи директор и никто в школе не сделает из вашего ребенка лидер если он будет слабаком а вот слабак он или не слабак это уже ваша обязанность или не обязанность и так поподробнее сейчас расскажу и так системе нужно основное стадо стадо которая будет обрабатывать только кучку людей смотрите пожинает плоды тот кто имеет завод а на заводе работают тысячи людей то есть тысячи людей идут за зарплатой зарплатой за рабом понятно заработная плата то есть им платят что по сути происходит по сути происходит что у людей людей люди которые идут на работу они продают часть собственной жизни уже потом уже труд вкладываем но первое они же продают часть собственной жизни в обмен на деньги то есть средства обмена это и есть деньги по сути мы продаем какую-то часть а это не какую-то львиную часть собственной жизни для того чтобы зарабатывать иметь я прошу прощения иметь средства к существованию у кого-то существование у кого-то процветание так вот они просто продают это время за дорого а другие продают это время за дешево плюс ко всему же чем дешевле продают тем тяжелее как правило и протянули тяжелее как правило труд то есть чем сложнее труд тем меньше за него оплачивают большие деньги они делаются и делаются не руками ногами а головой умом они делаются они не зарабатываются так вот верно возвращаемся в школе системе выгодно чтобы было много людей которых будут продавать собственную жизнь за определенное количество денег то есть нужны рады и теперь понятно становится почему в класс когда приходит 10 мальчиков к примеру то как как правило когда они идут в первый класс из этих 10 мальчиков 9 отъявленные лидеры ну пускай 8 это 8 лидеров в классе но вы же понимаете что тогда когда они закачивают школу из выпускного класса не может выходить 8 или 9 лидеров выйдет только один или максимум два лидера которые выживут в этой системе значит мы понимаем что система обучение школьное призвана не для того чтобы обучить вашего ребенка ну об этом наверное говорить наверное не приходится почему потому что ну вспомните себя вы что помните все химические формулы если вы только не связаны с химией работаете или физические или высшую математику синусы косинусы и так далее и тому подобное да большинство все равно при помощи калькулятора считают потому что это просто удобно то есть вы представляете какую чушь вдалбливает головы наших детей заведомо каждый из нас знает что эта информация вообще не нужна будет детям в их дальнейшей жизни вообще не нужна будет потому что и вы без нее обходитесь но система устроена так что есть оценочная шкала и по этой оценочной шкале определяется как бы основной критерий успеваемости нашего ребенка то есть ну как то ж надо оценить насколько он умен интеллектуален а я бы сказал насколько он забит полезной или не полезной информацией я уже не говорю про то что вот представьте себе голову человека вот почему то кстати вот почему то люди на себе плохо понимают вот на тех вещах с которыми они живут с которыми они сталкиваются лучше приводить примеры так вот представьте себе голову человека и компьютер вот представьте себе вы в компьютер начинаете грузить какие-то программы системы игрушки фильмы потом это все начинаете распределять потом один антивирусник загрузили второй антивирусник потом система чертежей вордиш морды и все остальное загружали и ваш компьютер что начнет какой бы он там мощный ни был вы все равно его перегрузите а раз вы перегрузите что он начнет зависать что делается в школе да в школе по принципу он делается по принципу компьютера делается примерно то же нет нам надо нулевой класс нам надо учить ребенка в садике нам надо долдычить туда впихивать кучу разных ненужных программ для того чтобы ребенок ну реально спротивил спротивил школу спротивил эти знания и пошло полное отторжение а потом же мы его еще посылаем в высшее учебное заведение потому что это надо ну так же все ну как ну а вдруг пригодится в жизни и вот представьте себе что ребенок ну уже в будущем не ребенком в принципе так устроена система что мы чуть ли не до 25 летнего возраста начинаем долдычить туда всякую программу которую мы знаем что она заведомо не надо будет ну если кто то скажет а как же о истории и все остальное ну к примеру я учил в истории историю одну в школе потом я учил уже видоизмененную такую немножко историю в техникуме а потом в институте у меня была третья история а теперь выходит так что я учил неправильную историю почему потому что историю меняет власть меняется и меняется история историю пишут победители поэтому она никогда не была правдивая победитель напишет историю так как ему выгодна понимаете да ладно проехали про это итак я думаю что никто спорить со мной не будет что запихивает в основном ненужную программу и делает полное отторжение детей к учебе для того чтобы мозг зависал но парадокс заключается в том что эта палка о двух концах это как плохо так и хорошо как хорошо спросите вы это очень просто вот тот кто пройдет эту школу выживания тот кто раскачает свой мозг не там с трех пяти семи процентов а хотя бы до двадцати процентов это очень много возможности человеческого мозга тот на многое пойдет дальше на многое сможет быть способен по сути вот даже люди религиозные говорят что бог создал человека и ничего не дал лишнего но почему там сами при этом забывая что бог да действительно не дал там третью руку там третью ногу третье легкое или там второе сердце и так далее и тому подобное но вот ошибочка вышла мозгов он как бы положил человеку много потому что религиозно религиозному фанатику по сути мозгом не надо пользоваться ну а что там об этом даже и подумать грех ладно а речь сейчас не об этом мы говорим о том что если человеческие строения тела так устроено что есть большой объем мозга объем памяти то в принципе да можно и нужно его развивать я не говорю чтобы не учиться я именно говорю чтобы тренироваться для того чтобы мозг работал так вот так и система и построена по сути что тот кто сможет грузить 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 и справиться с этим объемом информации тот идет дальше но система предполагает другое если мы грузим в человеческий мозг информацию только согласно планам то получается все любой шаг лево либо любой шаг вправо ребенка это выходит за рамки системы и человек который не привык думать в критической ситуации по сути обречен но школа если взять основное ее направление не те случаи которые случаются в школе а именно школа как программа она не предполагает никаких критических ситуаций по сути что по сути учат быть таким как все то есть навязываю с самого детства правила что тебе задали там параграф 43 ты выучил пришел поднял руку четко отарабанил ты можешь зазубрить нет ты можешь вообще не думать главное расскажи вам расскажи рассказал все загрузил объем информации все ты знаешь четкий алгоритм выучил пришел поднял руку рассказал и что самое главное получил кость то есть получил пирожок да хорошую отметку основной критерий это отметка для родителей вау какой ты хороший ванечка ну пятерочку а ну тут тут двенадцатибалльная система ну а чушь все же привыкли к пятибалльной давайте грузить по полу на двенадцать баллов а че не на двадцать один еще дробнее шкала так вот все одно отступление вспомнилось мне соседка как только вели эту двенадцатибалльную систему сына все время спрашивали он говорит ты шо по колу получил он говорит да пятерку мама ты шо получил да пятерку он говорит да слышишь что ты мой столовец хорошо учиться прямо сплошной отличник женщина вынуждена была работать на трех работах и как то вот упустила из виду что все перешли на двенадцатибалльную систему а тут пятерки носит и носит что по сути сколько там двойка это получается или как да такое отступление отличник так вот я к чему я к тому что основным критерием у родителей является та отметка которая будет стоять в дневнике журнале в табеле вы во вкладыше к аттестату или к диплом вашего чада а также еще судить что по сути кстати по поводу дипломов и всего остального особенно со вкладышем а церковь до по сути и не нужен никому вы не несете тогда когда вы устраиваетесь на работу диплом допустим вы не несете вкладыш и включите вы видите меня тут отлично стоит я вообще специалист высокого ранга вы же не несете вкладыш с отметками то есть опять же получается у ребенка обман вот он стремится вот эта самая главная бумажка на которой есть отметка а потом ее можно вот так вот порвать и выкинуть ну она ну извините за рожа но она нафиг вообще не нужна в жизни кто помнит что в шестом классе получали там во второй четверти по какому предмету вы что помните нет да вы не помните с какими отметками вы закончили школу не то что про шестой там или седьмой класс а на тот момент это было для вас для ваших не для вас даже может быть а для ваших родителей важно но не суть суть в другом суть в том что родителя тем самым также самовоспитывая система притупляя бдительность за ребенком у него основополагающей бумажкой является отметки успеваемости ребенка в школе что получается другая система родителю навязывает заработок денег естественно он должен продать кусочек своей жизни для того чтобы оплатить ту же самую школу пускай даже и частную в погоне за прибылью я не буду говорить за деньгами за прибылью для достижения тарифы повысились налоги повысились жизнь дорожает и так далее и тому подобное некоторые родители это не некоторое большинство потратить все больше и больше времени для достижения какого-то серьезного эффекта прибыль ну естественно но надо же ребенка и дети обуть накормить сводить на тренировку заплатить за школу за тренировку ни для кого не секрет что уже давным-давно все платное сдается деньги и на школу и так далее и тому подобное я как узнаю некоторые как поборы это это вообще ваш волосы дыбов стоят кто это придумывает и берут только в долларах кто придумывает эти суммы не известно берут только в долларах в некоторых обычных школах ладно поехали дальше то есть родители выматывается смотрит взял для них вау класс 12 баллов ну супер мальчик отличный парень все парень выучиваю систему примеру парня ваня зовут да ваня выучиваю систему тюшу мама с папа не докапывали чтоб я был нормальным а еще говорят получишь там отличную оценку сложно говорить пятерку ну давайте у тебя планшет все у него задача планшет хотя бы уже так стимулировали детей то есть у него есть четкая задача и он хочет он знает чему стремится и как я вызвал своего сына и сказал да у меня такой же самый критерий оценки то есть хорошую оценку ты должен иметь но я ему так и сказал ты можешь вообще не учить уроки почему я это сделал вы можете сразу ответить почему это сделал а потому я это сделал потому что я захотел поломать систему его мышление поломать систему образование то есть как так он задумывается как так почему в школе говорят учить обязательно зазубрить а тут папа вроде бы говорит ты можешь не учить но отметку должен иметь и вот тут непонятная становится задача то есть он начинает думать а не учить то хорошо но отметку должен иметь он говорит а что мне ее купить я говорю ты можешь купить у тебя есть деньги чтобы купить эту отметку он нет я говорю тогда придется работать зарабатывать эти деньги он говорит а где я могу заработать и смотрите происходит некоторый алгоритм мышления то есть он сразу понимает а я не хочу учить а хочу купить для того чтобы купить отметку надо иметь деньги а где я могу возьму деньги ага папа просто так не дает значит их надо заработать и вот он думает или учить или заработать или может быть третий вариант иди договорись но тогда когда он пойдет договариваться он будет что развивать у себя предприимчивость по сути понимаете да и он приходит к выводу он говорит ты знаешь же легче все таки выучить я говорю ну в твоем возрасте сложно пойти тем более зимой где-то в холоде и заработать если бы он выбрал заработать я бы ему еще разрисовал бы в ярких красках сколько чего стоит зачем и так далее и тому подобное но я ломаю эту систему для того чтобы он понимал разные ходы получения своего результата но я этим не заморачиваются почему да потому что они тоже думают шаблонно понимаете нам наложили на на жизнь некий шаблон что как наступает осень будут там вирус какой-то идите в аптеку уже запасаетесь лекарствами вы что не были на кипре вы что обалдели у вас нет мобильного телефона вы наверное с другой планеты вы не можете себе позволить кредит бери дети должны будут вот так одеваться вот сюда ходить это все шаблоны ребенок должен быть успевающим должен быть понимаете везде должен быть и основным критерием отбора получается это только оценочная шкала и его отмен далее так как мы все идем на работу кто-то на работу кто-то делает деньги но так или иначе на свое рабочее место или в рабочий кабинет у нас остается мы тратим некую вернее мы тратим некую часть своего жизни на работу в европе уже давным давно все живут три раза по восемь что такое три раза по восемь это восемь часов сна восемь часов мудрствования восемь часов работы трижды восемь двадцать четыре следовательно те родители которые работают больше времени у них остается меньше и некоторые родители думают что чем больше они вкладывают денег своего ребенка тем ребенок должен больше оценить и может быть даже возлюбить своих родителей но я вам открою секрет этого не будет запомните золотое правило дети ценят не количество денег вкладываемых в них а ценят только время проведенное с родителем вместе ну естественно не в скандале почему так происходит по одной простой причине да потому что ребенок и еще не продавал часть своей жизни в обмен на бумажные фантики называемые деньгами он не знает что такое он понимает что папа с мама ушли на работу но он еще не достиг того уровня чтобы понять что часть своей жизни они поменяли на бумажные фантики которые меняют дальше на существование на развитие накладывания в бизнес и так далее и тому подобное он еще эту школу не прошел потому что в основном дети так воспитаны что они сейчас школьные годы ну мало кто работает уже тратит свою жизнь в обмен на деньги поэтому они не могут понять это как знаете как сын голодному не верит или я прекрасно помню пришел в армию парень который говорит вы что сдурели ну как зуб может болеть ну как может болеть это ж кость она никогда не болит у него никогда не болели зубы пока ему не выбили два и он тогда понял что такая зубная боль понимаете так же и дети они не могут понять ну что значит блин ну что значит ты пашешь 12 часов алло я хочу тебя видеть кстати кстати я не буду тут кричать что я самый крутой и и самый правильный это и моя есть ошибка ввиду моей работы вот этих записей видео я действительно тоже мало удивляю внимание своему сыну а он сейчас растет я наслаждаюсь этим возрастом и вот мы подошли к самой такой щепительной теме это учителя давайте разберемся кто такие учителя вы думаете что это люди из отдельного сорта вы думаете что это какие-то особенные люди или их бог послал поймал где-то за углом и уполномочил сделать из вашего ребенка выдающуюся личность на самом деле это такие же самые рабо некий как и вы да да такие же самые которые ходят за зарплатой и вынуждены подчиняться системе и ни у кого из учителей ну может у нескольких там парочку учителей сейчас идейных все становится все меньше и меньше стоит задача действительно талантливо я бы так сказал из каждого ученика хотя я не верю что из каждого ученика сделать успешного человека я не верю в это то что я даже сказал максимум да может быть какой-то ученик симпатизировать учителю и учителю будет видеть что да ученик хочет выучить внимание хочет хочет том кто не хочет невозможно заставить выучить хочет действительно выучить данный предмет и будет способствовать этому ну это то же самое как и вы когда идете на работу до миллионы людей ходят на ненавистную для себя работу они ненавидят своего начальника ненавидят свою работу они мучаются там отсиживаются понимаете а совдепия еще все равно осталось в нашем теле в нашей крови я в шоке мы все кричим как на западе классно как там хорошо как там справедливо а у нас все равно люди разбалованные в плане как почему потому что на часик можно опоздать на работу на полчаса уйти раньше на обед на полчаса задержаться с обеда и в конце рабочего дня уйти на час раньше и обязательно летом летом поехать в отпуск и на месяца полтора но после отпуска же надо отдохнуть это как в этом анекдоте приходит новый директор на завод и говорит собрал всех и говорит мы сейчас будем работать по-новому как все же спрашивают как ну в понедельник мы будем отдыхать после выходного во вторник мы будем готовиться к работе в среду мы будем работать в четверг мы будем отдыхать после работы в пятницу мы будем готовиться к выходным вопрос из зала встает один такой Ванечка и говорит это я не понял это по вашему выходит что мы каждую теперь среду работать будем вот это совдепия у нас все равно еще глубоко сидит так вот эти учителя ничем не отличаются от большинства родителей которые просто ходят просто тупо заработать бабки вот так же само тупо ходят заработать бабки и учителя если вы считаете что учителя обязаны и должны вдолбить программу и выучить вашего ребенка то вы ошибаетесь они так же само говорят что я не обязана делать умного из твоего ребенка и она просто тоже ходит от она или он отработать деньги мало того естественно приучили там подарки все система начала система показывать что учителя мало получает и так далее и тому подобное система подарков класса разваливается там водичка ну никто же будет жалеть на детях естественно пошел поток но у нас нет золотой середины от а до я гонятся из края в край если начались поборы то мало человеческой жадности нет предела и они гонятся до беспредела понимаете это взносы сборы и так далее и тому подобное еще раз об учителях они такие же самые люди и они присягу и клятву ииппократу ну или кому там да они ничего не давали там медики дали клятву ииппократу так вот если вы инвестируете делаете инвестицию в собственную старость а по сути дети это где-то ваша инвестиция в собственную старость ведь каждый же из нас хочет на старости лет от своего чада получить банальный стакан воды а еще лучше какой такой пресс денег поехать позволить и так далее и тому подобное каждый из нас когда нет не тогда когда зачатие происходит а тогда когда уже рождается ребенок вы смотрите на ребенок когда и хотите же чтобы он счастливый был успешный так почему тогда когда доходит дело до школы вы вот то самое ценное которые носили в утробе которые питали своим пуповины которые тратили смотрите что женщина женщина же тратит у нее же строится еще один организм еще одни глаза все если она не будет достаточно количество строительного материала принимать для строения ребенка то она будет тратить собственные то есть зрение зубы кости и так далее и тому подобное на того ребенка то есть свое здоровье энергопатесал и так далее и тому подобное я не говорю что после родов женщина омоложается это нормальное явление там и психоматика задействована ну и сейчас речь не об этом то есть самое дорогое что у нас есть это дети мы потом делегируем эту ответственность на кого на учителя а по сути вы же не учителя выбираете вы выбираете школу которая все равно находится просто в системе и это выпивающий случай который произошел вчера или позавчера на сегодня женщина вчера там насколько я понял что мальчик хороший мальчик и естественно мальчика мама любит там с бабушкой воспитывал вроде как есть отец но не вижу я просматриваю фотографию не вижу там мальчики отцовского воспитания воспитывает реально бабушка и мама ну видно это видно по фотографиям видно по ихним рассказам по поведению и так далее и тому подобное а кого мама воспитывает она уже думаете воспитывает мужчину она воспитывает ласкового услуживого слуху самого лучшего как на ее взгляд мужчина и потом этого мужчинка не предпоспособленный не добыть ни шкуру мамонта он же прилежный мальчик он же ученичок становится изгорем в школе почему да потому что в этом возрасте у детей есть высокоразвитая жестокость бьют гормоны одни гормоны зашкаливают за другие повышается агрессия каждый хочет урвать себе теплее место то есть стать лидером их колбасит их сверху бьют у них идет эта перестройка и тут есть хопа есть козел отпущения который принимает по морде так по морде а если мама говорит еще сынок ты должен отдать девочке должен поделиться в драку не лезь туда не лезь будь прилежным чисто плотным хорошим мальчиком вот он стоит как в заповеди если бомбахнули по левой щеке подстав правую щеку а что ж ты должен выучить этот параграф должен иметь хорошую отметочку ты должен иметь прилежным а в школе все наоборот и мама не понимает своего сына и он все ему он получается закрыт со всех сторон маме он не может прийти пожаловаться почему потому что во первых мужчине стыдно все равно генетически жаловаться женщине а женщина как курица на сетка взяла вверх за ним и ходит вопросы все решать она ему не дает ни слова ставить понимаете она все решает за него она же самка она же боевая самка ей еще автомата и каски не хватает понимаете она точно постреляла она дошла до того что выгоняла директора пришла в школу выгоняет директора школы выгоняет заучи пошла вон пошла вон она все кричит пошла вон сама уже забывши что она находится в гостях понимаете потому что ученики издевались над ее сыном но никто почему то из этих тысячи комментариев это конечно история сильно разрослась не знаю дали вопрос все начали винить школы начали как частная школа вообще допустила такое убийство дело что это такое завучи плохая учительница вообще хреновая там как чей-то папа там все плохие все плохие один ребенок хороший да мне искренне жаль этого дитя но жаль даже не от того что скинули ему тубочкой тубочку на голову и то что ребенок попал в больницу а то что она заложила себе хлипкий фундамент то есть она не сделала крепкого мужчину она сделала хлюпика которого будет и дальше убежать а что она будет делать вернее что он будет делать тогда когда мама перестанет быть самкой и уйдет вообще с этого цвета кто за него будет отстаивать интересы это представьте себе попугайчик который родился в клетке кормили его искусство и потом он бац и он улетел он же умрет он же умрет в дикой природе то же самое происходит с детьми я как-то делал притчу об орлах вы в курсе что орлица рожает всего несет одно яйцо из которого вылупляется один птенец и вот она гнездится на очень высокой скале и там все очень просто там вообще все очень просто если делали так люди то хлюпиков бы не было и вы бы женщины кстати большинство же женщин смотрят были бы замужем за нормальными мужиками так вот орлица кормит его лелеет халит его ухаживает за ним все делает но как только подошло определенное время она его выталкивает с высокой скалы из гнезда и этот птенец летит вниз сначала камнем а вот тогда когда у него есть силы он преодолевает страх и проходит естественный отбор он либо взлетает либо не проходит естественный отбор и камнем ударяется об скалы а лица дорожит своим детям там все просто нет хреновых орлов которые не умеют летать поймите а есть полно хреновых хлюпиков мужиков которые сидят сопли слезы льют слюни блин в рюмку и жалуются такому же самому хлюпику как он как его дома не понимает какая жизнь хреновая что жена стерва что дети ни хрена не понимает а он сидит над рюмкой водки понимаете и слюни туда льет а почему? да потому что воспитывала мама с бабушкой ласкового услужнего кого? слугу и никто звезда не выкидывал а почему происходило? а потому что школа виновата да? школа сломала его а почему школа сломала? да потому что извините за уважение ни хрена вы дома с ней не работали не развивали вы ему не прививали психологию вы делегировали эту ответственность на учителей а те просто тупо ходили бабки зарабатывали как большинство из вас кого ж винить? кого винить? да себя себя надо винить и эта мама которая сегодня была как тигрица там как левица разъяренная защищала свое чадо почему же она не наладила контакт? а как оказалось там над ребенком давным-давно в классе издевались? потому что чего издевались? потому что он позволил издеваться над собой а почему он позволил издеваться над собой? потому что мама не заметила что когда она его одевала приличненько он грустненький шел в школу все нормально сынок все ну что ж ты же в частной школе вы думаете дитю надо частная школа? нет все родителям в основном для статусности надо частная школа я сказал своего никакой не частная школа ничего школа жизни естественный отбор не собирайся своего сына ограждать от каких-то трудностей в жизни ха-ха я с ним сажусь и разговариваю я говорю почему позволил себе ударить? вы знаете я готов вот я вот не скрывай я готов пойти в школу чтоб меня вызвали чтобы сказали что вызвали меня в школу и раздалбывали за то что мой дал отпор там двоим-троим уже было кстати чем ходить в школу и разбираться что весь класс уронил ящики ему на воду понимаете? кстати я у меня уже вызывали в школу пришел говорит пап он меня достает я говорю ну раз достает если ты не можешь морально убедить его значит ты слабак если ты слабак в моральном и не понимает слов а переходит на разговор физической силы то есть бьет дергает это покажи что ты в этом силен потому что он меня уже знает потому что по морде можно надавать только двумя способами первый способ самый правильный это интеллектуально надавать по мордасам и второй способ это физическое применение физической силы поэтому я считаю что мужчина должен уметь как первое так и второе и никак иначе а если я его буду ограждать и делегировать ответственность на школу на учителя я походу тогда буду идиотом надеюсь что какой-то учитель придет и расскажет ему как в этой жизни не зарабатывать деньги а делать их и научить его предпринимательству будучи сам учителем просто в средней школе ну давайте включим логику учиться надо у успешных людей а раз ты учитель просто в средней школе даже работающий за хорошую зарплату ты все равно не предприниматель то как можно делегировать ответственность на учителя если мы заведомо знаем что он этого не умеет делать вы хотите чтобы ваш ребенок был успешным ну я даже не хочу говорить про тех родителей к примеру которые там своему дитю желают быть там каким-то слесарем на шиномонтажке работать нет я ничего не имею против да но тяжелый достаточно и грязная работа где-то там грузчик обработать да по сути это те люди которые сами ничего не могут простите если слушаете такие меня можете плевать в меня ставить дизлайки я говорю то что я думаю и сами так работая и он и ему такое да там мозга не надо там надо физическая сила руки и все остальное я надеюсь что меня слушают те люди которые хотят из своих детей сделать успешными тем самым почему я сказал вкладывая собственную инвестицию в старость ибо это самое большое большое большая наша инвестиция потому что в детей мы все время вкладываем их кормим одеваем лелеем учим стараемся для них покупаем им подарки и так далее и тому подобное порой жертвуя покупками себе себе любимому что-то мы недополучаем но лучшее детям но по сути мы же инвестируем так почему мы не инвестируем самую главную часть тела в голову в мозг мы не развиваем мы доверяем системе которая ломает неужели этого не понятно это еще раз повторяю школа это просто естественный отбор это школа выживания это закалка и не ждите оттуда никаких чудес вы наблюдаете за этим процессом вы прекрасно понимаете что каждый день ваш сын ваш ребенок идет в школу и вот он будет ломать и прежде всего психологически вы представляете школьная травма если вы к примеру дитю внедрили что она там страх девочки вы представляете в школе там ты страшная ты поганая ты гадкий утенок фу мальчику ты чмо ты ни на что не способен и все остальное представляете в этот фундамент они заложили бомбу и эта бомба все равно будет рвать рвать будет его всю оставшуюся жизнь вы думаете каждого учитель должен 20-30 человек взять за ручку и поговорить с ним если у вас нет на это время то вы думаете учитель будет тратить время на других на ваших детей да ничего подобного у него свои дома такие же самые и так все по кругу и так все по кругу я не возражу учителей некоторые люди вообще не достойны быть учителя а некоторых просто надо изолировать от детей я не говорю про маты я не говорю вот тут вот у меня вот школа прямо в этом дворе в котором у меня офис находится я был шокирован я был шокирован не хочу договорить номер школы одесситы могут знать и догадаться но такого директора школы это директор школы надо изолировать от детей он калечит их рассказываю пример из собственной жизни во дворе стоят машины директор позволил сделать так что одна из жительниц этого двора отобрала детский спортзал но сейчас разговор не об этом даже не об спортзале дети не имеют действительно ни детской площадки ну они отобрали знаете такой вахлычок такой отобрали ну такой я приложил максимум усилий все что мог сделать но она такая сука неимоверная которая ай-яй-яй-яй-яй нехорошая мы не говорим хорошая она не или нехорошая отобрала на спортзал короче дети лупят мечом по машинам которые стоят во дворе возле двора я сначала думал что это просто нагло какие-то вышли там нет оказывается это им директор говорит и когда мне сказали что нам директор говорит иди лупи ничего страшного эти жердяи наворвали денег и купили машины я не верил ученикам в один прекрасный момент когда начали лупить четко конкретно по машинам машины дорогие недорогие неважно естественно владельцы машин были не несказочно этому рады что в их собственном дворе стоят машины приходят просто мальчики которые начинают играть между машинами футбол и лупят мечами но портят реальное имущество директор открыл окно со второго этажа и начал кричать на этих владельцев машин вы сволочи вы наворовали денег дети мне прикрываясь деньгами вы высказывал сумочную желчь вот у меня к примеру нет машины а вы сволочи имеете машину детки лупите эти жердяя купят новые поймите он их программирует сразу он прививает их ненависть вот да 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 родители от таких надо забирать детей потому что дети выйдут покалечены или проведите четкую беседу дома есть формула то ли японская я не буду говорить вот не помнющая но я согласен с этим до 5 лет ребенка ребенку надо можно и даже скорее всего нужно разрешать практически все у него идет реальное познание мира но хочет сломать ну сломал разбил разбил сам помню много чего бил но чего мало разбирал мне надо было понять как устроен этот мир с 5 до 13 лет особенно мальчиков надо держать в очень ежевых рукавицах знаете вот это наступает времени кнута а вот с 13 лет у кого-то еще раньше надо делать так чтобы вы стали ему именно вы стали другом так вот этот возраст от 5 до 13 вот это и есть фундамент но именно его и калечит школа если в 13 лет вы не стали ему другом 14 то другом вам уже не быть ибо он или она четко уже выяснили что вы обманщик обманщица что вы говорите не то что думаете или не договариваете почему так происходит да потому что когда ребенок подходит и спрашивает мама что такое сперма ему надо так и ответить что это такое с чего состоит чем где вырабатывается как добывается и все остальное не может быть рано спросил поздно может быть рано нет потому что интернет порнофильмы реклама с голыми телами вы думаете ребенок идиот да то есть он пришел задал вопрос а мама говорит ой это тебе рано ты что в 6 или 7 лет он спросил что такое сперма мой спросил в 5 и я ему рассказал и теперь два глаза бегают все спрашивают а что это а что такое менструальная кровь а что такое яйцеклетка и мой может рассказать в 9 лет ну 9 еще нет вот на днях будет но не суть суть в том что он может рассказать и к нему бегают а учителя даже довольны потому что говорят нам как-то не с руки рассказывать почему потому что вы смеют на хихоньки хахоньки это невежество вы понимаете невежество и я считаю великая ошибка когда родители обманывают своих детей а он потом думает да что ее спрашивать она же врет все время а что ей рассказывать про проблемы в школе что его набускали нагупали что ему сказали что он чмо или ей сказали что она уродина мама все равно в школу пошлет а мама ж не или папа не объясняет что это система пытается выровнять тебя стесать сделать таким как все чтобы сделать тебя рабом превратить человечество в чел овечество стардо овцы заклонные чел овечество овца понятно да никто ж не ведется с этим разговором и конечно если винить некого а себя ж то не хочется да себя ж то не хочется любимый ну шо ж как это себя любить а я я ой любите винить что мы начинаем винить мы начинаем винить кого то ну не 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 чадош свое да ага ну кто ну блин ну учитель виноват он же сволочь не научил ну не себя ж виним а если у учителя не будем винить значит мы будем винить ребенка все равно у нас должен кто-то быть виноват а почему ребенка мы виним а ребенка не винить ну тогда мистику если если некого винить то мы тогда винить мистику порча и т.д. и т.п. знаете сколько людей ко мне пришло и говорят порченый ребенок и он ничего не усваивает это я говорю мамаша выйдите он не будет с вами разговаривать я говорю мамаша выйдите вышла мамаша я перехожу на его язык там где как они общаются и оказывается ребенка просто чморят в школе извините за такое ну это чморят но это их язык понимаете какой он заниматься он казенник начал а мама думает что на нем порчат порчил мамы в голове ладно не будем об этом мне поражает тот факт я недавно тоже прочитал как один из типов моих коллег хотя я не считаю его коллегой это ж надо было додуматься это ж это вообще беспредел с целью собственного пиара он помешан на этом пиаре взять унизить собственного ребенка то есть начать вести войну с учителями делегировая на учителей всю ответственность что учителя такие хреновы может они и хреновы никто их не изучает делегировать всю ответственность на учителей и сказать что из-за того что учителя не учили его ребенка ребенок разучил умел но разучился а это не первый класс писать и считать то есть по сути он говорит везде и всюду что его ребенок отупел нормально человек в погоне со собственным пиаром под ноги кидает собственного ребенка мне это не понять вы знаете я не могу этого понять этих таких людей просто не внушаю естественно не буду говорить фамилии имена и все остальное тема эта очень довольно многогранная и в одном выпуске естественно невозможно это все рассказать и думаю даже этот выпуск наверное может быть разделен на 200 или нет ну не знаю еще но я искренне искренне поделился с вами своей точкой зрения хочу повторить еще раз милые родители прекратите искать винов все что не получилось с вашими детьми это именно ваша вина именно вы делегируете все ответственность за собственных детей на кого-то другого именно вы и будете страдать от этого ибо ваши дети не будут отвечать вашим надеждам они что так не тиранит душу как неоправданная надежда именно вы должны прививать им психологию и научить детей где есть правда а где обман именно вы должны развить у них мышление и когда и именно вы должны кстати научить их думать в нестандартных ситуациях потому что когда ребенок заканчивает особенно мне нравятся отличники которые выучили чисто по шаблону все они потом только могут писать в комментариях что ты тут допустил ошибку или не поставил запятую фу-фу-фу 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 а по сути больше ничего толка это ваш ребенок и ответственность за него несете вы хотите быть другом помните что двенадцать тринадцать лет это самое время стать ему другом до этого время держать в ежовых рукавицах а до пяти лет позволять ему все не воспитывайте мальчиков как слух потому что придется потом жаловаться на жизнь что нет нормальной девочки невестки вашему идеальному мужчине да потому что ни одна женщина ни одна девочка не захочет жить с мужем и с его мамой кто ж захочет не лените школу вы должны понимать это просто тупо школа выживания естественный отбор школа заканчивается потом начинается школа жизни вот это главнее всего вам доброго я искренне вам желаю чтобы ваши дети приносили вам радость чтобы вы ими гордились чтобы они вас радовали и баловали подписывайтесь на мой канал дальше будет интереснее я буду искренне делиться своими мыслями говорить так как есть и вообще хочу открыть новый раздел магия без понтов где я не не люблю вот этих вещей знаете манна небесная с неба и всех у вас порчи 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 вы нормальные люди научитесь наделять семена племян где правда и отключение и еще а также я уже говорил что те кто будет делиться моими видео тем будет сопутствовать удачи Ибо моя же сила будет вам помогать До новых встреч До новых встреч, друзья Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно Ибо дальше будет интереснее Субтитры сделал DimaTorzok